Планерка администрации города в этот раз началась нетрадиционно. Участнику специальной военной операции Ивану Ломонову, о подвиге которого мы рассказывали в одном из наших сюжетов, присвоили орден мужества. Посмертно. Медаль передали его семье. После продолжили отрабатывать текущую повестку. И одним из вопросов, в который раз был холод в квартирах четинцев. Хотелось бы тоже обратить внимание, что не всегда холод в квартире связан непосредственно с работой управляющей компании, либо ТГК-14. Мы должны понимать, что промерзание межпанельных швов тоже способствует тому, что стена холодная в квартире, и люди начинают мерзнуть. Межпанельные швы у нас обязаны отрабатывать управляющей компанией, но только в весенне-летний период, в осенне. В зимнее время они уже это не сделают, поэтому жители должны заботиться об этом заблаговременно. Вновь затронули тему и отлова бродячих собак. По пяти адресам были повторные выезды, но никого не отловили, потому что на местах были только щенки, которые не достигли возраста отлова. Чтобы убрать их с улиц, нужно сначала подождать, когда они вырастут. Напомним, в свете недавней трагедии губернатор Забайкальского края поручил муниципалитетам провести подсчет безназорных псов. Мы пока над этим вопросом работаем, распределяем по полномочиям, кто будет это делать, либо это главы районных администраций, потому что в комитете городского хозяйства один специалист, два с начальником отдела занимаются вопросами по животным. Я думаю, что все-таки безназорных животных мы будем подсчитывать вместе с главами районных администраций. 23 декабря в Чите будет торжественно открыт Ледовый городок, а 24 с 10 до 5 на площади борцов революции будет организовано при новогодней ярмарка. На ней можно будет купить угощения для новогоднего стола и подарки своим близким, анонсировали городские власти. Даниил Ботвинский, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.